Привет, друзья, товарищи! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами продолжаем разбирать новые песни с альбома Аленки Шевец. На этот раз научу тебя играть песню «Свалкая», причем в очень интересном варианте. Но если ты уже заинтригован, то обязательно бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Звук зажигалки я провожаю это лето на свалке, читаю модным странным макияж и колготки. Звук зажигалки я провожаю это лето на свалке, читаю модным странным макияж и колготки. Разбор на укулеле. Вся песня у нас строится на четырех аккордах. Первый аккорд – аккорд Фа. Зажимаем четвертую струну на втором ладу и вторую струну на первом ладу. Следующий аккорд – аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Затем у нас с вами идет аккорд АМ. Зажимаем вновь четвертую струну на втором ладу. И последний аккорд – аккорд Е7. Зажимаем с вами четвертую струну на первом ладу и третью и первую струну на втором ладу. То есть фа, ц, а, э и е7. Эта последовательность аккордов у нас с вами будет от начала до конца, то есть и в вступлении, и в куплете, и в припеве. Но вы можете играть вот так вот пониже, а можете поставить каподастр на второй лад. Когда мы ставим каподастр на какой-то лад, мы уже от него отсчитываем, то есть первый, второй, третий лад и так далее. И получается эти же аккорды звучат уже немножко по-другому. И вот это оригинальная тональность. То есть вы можете играть с каподастром и без каподастра, звучать будет, но с каподастром это оригинальная тональность. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку, хотя это не просто укулеле, это акулеле, потому что это типа акулка. Oh, think about this! На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле! Очень интересный вам рисунок подготовил для правой руки. В вступлении мы будем играть следующую штучку. Мы играем с вами четвертую струну отдельно, третью струну отдельно, причем, смотрите, четвертую струну большим пальчиком, указательным третьей струну. И просто делаю этим же указательным пальцем удар вниз. Получается 4-3, удар вниз. Попробуйте отдельно, если вы никогда такое не играли. Это мы с вами будем играть один раз на один аккорд, вот в неком таком вступлении и в первом куплете. Сейчас давайте я вам покажу сначала вступление, как это будет звучать. Звук зажигалки я провожаю это лето на свалке, а считаю модным странным макияж и колготки. Звук зажигалки я провожаю это лето на свалке, а считаю модным странным макияж и колготки. Можно сыграть так. А можете на каждый аккорд Е7 просто делать по удару без вот этого 4-3. Тоже будет очень красиво звучать, так вот отрывисто. В этом случае получится так. Звук зажигалки я провожаю это лето на свалке, а считаю модным странным макияж и колготки. Звук зажигалки я провожаю это лето на свалке, а считаю модным странным макияж и колготки. Посмотрите, как вам удобно. Или все играть, вот с этим рисунком 4-3 удар вниз, или на аккорд Е7 просто делать удар вниз. Этот же рисунок мы с вами сохраняем и на первом купле. Цель моя проста, одеваться так, чтобы бабки разбегались и орали не в попад. Эти люди плоские, кидаю в них блестками, залезая на луну и улетаю в космос. Улетаю в космос, словно фея грезная, болтаю конверами, рассекая воздух. Я не принципиально, город провинциальный, где водняет серый и немного горю. Вот, на последний аккорд тайм вы можете тоже сыграть удар вниз. Вообще, в принципе, можете взять как за базу. Это база. Бейст. Это база. Любую песню вы можете, вот какую-то часть, там куплет, припев, последний аккорд играть просто удар вниз. Вот, очень клевая штука, я всегда ее делаю. Дальше у нас опять этот с вами припев, но на первые два аккорда фа и ц мы оставим такой же рисунок. Вот этот вот звук зажигалки, я провожу это лето. И на аккорд а, м и е, си у нас начинается с вами бой. Тут есть два варианта боя, которые можно применить. Первый бой это бой пятерка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх. То есть раз, и, два, и, три, и. Раз, и, два, и, и. Выиграем один раз на один аккорд. То есть получится следующее. Звук зажигалки, я провожу металлера на свалке. А считаю модным странным макияжек, алгоутки и так далее. А можно сыграть новый бой, он больше подходит к стильстике рок. Рок-н-ролл. Там играем следующий рисунок. Три удара вниз подряд идут, то есть раз, два, три. Дальше есть еще четвертый удар вниз, но мы его смотрим в контексте вниз-вверх. То есть я вам сейчас схемки все подписала, я думаю, там даже уже зрительно понятно, о чем я говорю. То есть мы играем вниз, 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 вверх. То есть на вот эти последние два удара вниз-вверх. Такой некий акцент получается. На заглушенных струнах. Да, первые три удара вниз вы можете играть потише и так очень точечно. А вот последний вниз-вверх прям поярче. Тогда будет та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тоже красиво звучит. И также один раз на один аккорд. В этом случае звучит следующим образом. Звук зажигалки я провожу на полу свалки, а читаю модным странным макияж и колготки. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Красивый бой. Что-то мы подобное играли в песне «Портфейн». Можете посмотреть. Поэтому кому надоело играть простые бои, возьмите вот этот. Реально очень прикольно, круто звучит. Кому сложно играть этот бой, берите пятерку. Типа... Ну вот, получается, мы поем одним из этих вариантов боя припев. И дальше у нас с вами идет второй куплет. Вот второй куплет. Опять возвращаем наш рисунок, когда вот играем 4-3 и удар вниз. Один раз на один аккорд. Получается... Я раскрашу лицо, чтоб ты мимо прошел. И подумал, вот же Дуру, у нее все хорошо. У меня все отлично, ведь я нынче певничка. Ты мне больше не нравишься, если это о личном. Приезжает троллейбус, уезжает со мной. Место рядом свободы, приземляйся, поспорим. О цветах и горе, о группе пошлое море. А потом через окно выйдем на алом поле. Ну вот опять на последний аккорд я ему дарчик сделаю. И пошел припев. Мы его там сыграем два раза подряд. А за первым разом мы опять начинаем такую штуку играть на первые два аккорда. То есть звук зажигалки, провожай виталюты. И дальше идет бой. Типа на свалке. Оу, ля-ля-ля-ля-ля. Там макияж и колодки. А звук зажигалки, провожай виталюты на свалке. И вот в конце, еще раз, когда мы повторяем куплет, мы все сыграем опять. Звук зажигалки, провожай виталюты на свалке. Считаю модным странный макияж и колодки. Звук зажигалки, провожай виталюты на свалке. Считаю модным странный макияж, странный макияж и колодки. Вот что-то подобное у вас получится. Давайте для того, чтобы было наглядно все понятно, о чем я говорю, как это будет выглядеть от начала до конца, сейчас мы это все и споем полностью. Звук зажигалки Я раскрашу лицо, чтоб ты мимо прошел и подумал, вот же дуру, у нее все хорошо, у меня все отлично, ведь я нынче певичка. Ты мне больше не нравишься, если это лично, приезжает троллейбус, уезжает со мной, место рядом свободное, приземляйся по спорям, о цветах и горе, о группе пошлой моли, а потом через окно выйдем в балополе. Звук зажигалки Я провожаю лета на свалке, считаю модным странный макияж, странный макияж, странный макияж и колготки. Но если у вас остались какие-то вопросы или вам было что-то непонятно, то обязательно почекайте по тайм-коду, я все расписала-подписала, ну или пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь ему лайк, напиши в комментариях, послушал ли ты этот альбом, как он тебе и что мне разобрать в следующий раз. Также напоминаю, что у меня есть на канале целый плейлист разборами и песен к Алену Швецу, обязательно почекай, посмотри. Ну и напоследок хочу напомнить, что вы можете поддерживать мои все труды и старания на бусте, вот как делают все эти ребятки. Спасибо вам огромное за это, за меня они получают и клевые ништяки, есть раздачный материал и мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока!